Друзья, всем огромный привет! Рада видеть вас и себя на канале. Меня в последнее время многие просят снять влог, как я провожу свой день или как я провожу свои выходные. Сегодня как раз-таки я хотела снять влог про свои выходные. Естественно, каждый раз я провожу их по-разному. У меня бывают ленивые выходные, я их так называю. Это когда я целый день валяюсь в кровати и смотрю разные сериальчики, кушаю разные вкусняшки и откажу от прошедшей недели. А бывают суперактивные. Вот, например, как сегодня я встала в 4 утра, чтобы поехать в другой город на шопинг. И сейчас я снимаю свое приветствие в городе Ростов напротив торгового центра «Горизонт». Посмотрите, какой красивый. И наш сегодняшний выходной день мы начинаем именно с этого торгового центра. Сейчас мы с вами отправляемся туда на шопинг, но сегодня также будет еще много всего интересного, так что не переключайтесь. Ну вот, мы с вами уже и зашли в сам торговый центр и отправляемся на шопинг. Сегодня у меня по плану есть несколько магазинов, в которые я очень хочу зайти. И первый из них это обувной магазин, в котором я в прошлый раз купила свои сапоги. А в этот раз хочу там посмотреть уги. Я в прошлом видео вам рассказывала, что очень хочу себе купить уги, так как они вновь набирают популярность. Весь Пинтерест, весь Инстаграм сейчас у них. Они супертрендовые, актуальные сейчас. Но здесь были вот классические уги на низкой подошве. Такие мне не нравятся. А вот из новой коллекции я посмотрела две модельки, которые очень себе захотела, но, к сожалению, здесь их не было. И вот я вновь начинаю думать, как бы мне заказать их с их официального сайта. Вы все знаете проблемы с доставкой в мой город, поэтому буду думать, как это решить. Ну а тем временем я зашла в Рив Гош. У меня здесь был подарочный сертификат. И вот я решила что-то себе подыскать, подобрать. Вообще, в этот раз мы купили себе не так много, как в прошлый. Но если вам интересно посмотреть, будет обзор моих покупок с Ростова, то пишите об этом в комментариях, и я сниму такое видео. Вообще, мы сегодня прошлись по многим-многим магазинам, даже по темам, в которые в прошлый раз не успели зайти. Кстати, торговый центр до сих пор очень красиво украшен разными огоньками, гирляндами. И даже в главном холле до сих пор стоят новогодние декорации, которые я вам показывала в прошлый раз. Так мельком быстро пробежалась. Вон те анимированные разные мишки, очень милые. Сейчас покажу вам их поближе. Посмотрите, какая здесь милота, какие здесь семишки. Я в прошлый раз хотела с ними сфотографироваться, но здесь была просто километровая очередь. Они такие няшные, аж хочется поглядеть. Они такие мягкие. Хочу себе такого с собой забрать. У нас, кстати, в этом году зима очень-очень теплая. А вот здесь прям такой северный полюс. У нас выпало совсем немного снега, там пару снежинок всего. Я это даже не считаю. Напишите в комментариях, какая у вас зима, был ли у вас снег. Потому что я помню, в прошлом году у нас были вот такие сугробы. Просто выйти нельзя было на улицу. А в этой у нас зима, я не знаю, как на юге прям. Вообще снега почти не было. Мы немного прошлись по магазинам и проголодались. Ну и решили пойти в KFC, в котором были в прошлый раз. Нам здесь очень понравился шеф-бургер. Острый, классический. Так что, кто его еще не пробовал, всем советую. Вот до этого у меня был фаворит мой. Это Big Tasty в Макдональдсе. А теперь это вот этот вот красавчик. Так что, сейчас мы перекусим и продолжим наш шоппинг. Следующим делом я принялась искать себе новую сумку. Я зашла во много-много разных магазинов. В Майкл Корс ничего не изменилось с прошлого раза. Никаких новинок не добавилось. В Карл Лагерпель, наоборот, было много новинок. Но мне они тоже не понравились своим фасоном. Кстати, в торговом центре я заметила, что есть много вот таких вот станций зарядных, где вы можете зарядить свой телефон. Но пока вы ждете, посидите в массажном кресле и побалдеть. Так, дальше я зашла в магазин GES, тоже в поисках сумки. Вообще, мне сумочки GES не очень нравятся тем, что они выполнены не из натуральной кожи, а из эко-кожи. Но вот эти модельки мне приглянулись. Они, в принципе, симпатичные. Вообще, я хотела себе небольшую сумку белого или коричневого цвета. Вот эта мне, в принципе, коричневая понравилась. Она стоила 14 с чем-то тысяч, почти 15. Но единственный минус в том, что она не из натуральной кожи. Ну, а также мне понравилась вот эта небольшая сумочка зелененькая. Она тоже стоила около, по-моему, 15-16 тысяч. Вот эта такая же моделька, только немного побольше. И в коричневом цвете она стоит 18 300. А платок, который на ней, 8 300. Как по мне, намного лучше было бы без этого платка. Я вообще не люблю, когда вот так вот наматывают платки на сумки. Как по мне, они даже больше портят сумки, чем украшают их. Еще посмотрела вот такие сумочки Crossbody. Это любимый формат сумок моей мамы. Вот эти как раз-таки были в новых дизайнах. Мама любит вот эти сумочки из-за того, что у них замок сверху. И они такой прямоугольной формы. Она говорит, они самые удобные из всех сумок. Решила, что в ГЕС сумочку брать себе не хочу. И решила пройтись по другим брендам. Зашла в Донакаран. У мамы есть сумки этого бренда. Она их очень любит. И вот решила зайти. Может быть и мне повезет. Я себе что-то найду. Здесь сумки как раз-таки уже из натуральной кожи, что мне очень нравится. Но здесь не было моделек, которые мне понравились. И цветов, которые я хотела. Если там были белые сумки, то они были очень большие для меня. А я не люблю большие сумки. Я всегда беру с собой какие-то маленькие. В общем, у меня сегодня был целый челлендж найти себе сумку. Пока я искала сумку, понравились вот эти кроссовки. Посмотрите, какие классные. Они мне очень понравились. Вот здесь вот прям целый лук даже собран. Видите? Кстати, ищу сумку я не одна. Со мной искала и мама. Она тоже хотела себе какую-то новенькую посмотреть. Но, видно, не судьба. Также вот увидела Зару. К сожалению, она, конечно же, была закрыта. Но, кто смотрел мое прошлое видео, где я себе купила несколько новинок Зары, одежды. Вот кто еще не видел, то переходите и смотрите предыдущее видео. И увидите, какие новые вещи с Зарой я себе прикупила. Дальше зашла в Литуаль, так как у меня накопились бонусы на карте. И вот я хотела на что-то их потратить. Все, ходила, ходила, искала. Сначала хотела потратить их на косметику. А именно, на пудру от Герлен. Метеориты знаменитые их. Я их давно хочу, но нигде не могу найти. Куда бы я ни приходила, их всегда нет в наличии. Но или есть тот оттенок, который мне не подходит. В общем, я давно ищу метеориты. И все никак не могу найти. Также хотела купить сегодня свою любимейшую помаду от Maybelline New York. Но не было ни одного оттенка. Зато нашла вон там масло. С сухоцветами. Очень красивая. И успокаивать себя я пошла в Бургер Кинг. Давид очень просил сюда зайти. Потому что здесь до сих пор длится акция с А4 боксами. Ну и мы заказали себе три таких. По соседству был магазин косметики. Решила сюда зайти, пока мы ждали наш заказ в Бургер Кинге. И купила себе вот такой вот блеск от NYX. Я люблю этот бренд, но, к сожалению, он уходит из России. Поэтому я уже второй раз сюда захожу и второй раз покупаю себе что-то из косметики. Также взяла себе вот такой вот контуринг от SHIT. Это мой первый косметический продукт от этого бренда. И он мне понравился. По совету консультанта взяла себе во втором оттенке. Вот мы уже забрали наши боксы с едой и идем в машину. Сейчас как раз придем и сделаю вам небольшую распаковочку. Покажу, какие локеры нам попались в этот раз. В прошлый раз Давиду они очень понравились. И теперь он настроен собрать целую коллекцию. Друзья, мы сейчас сели в машину, пока родители пошли по делам. Давид хочет распаковать все свои А4 боксы. Так, вообще, это типа Happy Meal в Макдональдсе. Здесь идет картошечка, бургер. А где локер? Вон он. Вот картошка, бургер, соус и сок идет на выбор. Вот первый локер. У Давида второй локер. Сейчас, подожди, еще надо сразу третий достать. Опа, где он? Где он? Вот, у нас уже есть один локер. Вот он, посмотри, колесо. Ощитили? Вот такое. Да. Это типа скрепеши, их везде можно крепить и между собой скреплять. Так что вот, как вы думаете, кто нам попадется? У нас есть всего вот их коллекция. Я очень хочу кнопку Ютуба, и я ее тогда себе заберу. А я хочу VIP подписчик. VIP, да? Итак, посмотрите, кто нам попался. Это Глент. Вау. Давид, давай я тебе буду давать их. У них еще в комплекте вместе с ними сразу идут стикеры. С Глентом шел Глент. Дальше идет А4. Вау, классно. Главный герой. Давид, это тебе. Вообще, у нас попались все, в общем, главные герои. Это прикольно. И вот с А4 стикеры А4. Вот такие. Ну и... Угадай, кто это? Да, клоун. Вообще прикольно. Клоун такой. Держи. Вообще супер. Самый похой. Да, бумага это деньги. Йоу. Вот такие вот, в общем, стикеры. Вот такой мини-ампакинг у нас получился. Распаковка. Всего мы посчитали, у нас есть 4 локера. Этот, этот, этот и этот. А всего в коллекции сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, десять. Нам... И вообще у нас еще ни одной повторки. Так что можно будет, Давидик, каждый раз, когда будем сюда приезжать, брать такой бокс. Ну, пока будет действовать акция. Дальше мы заехали в торговый центр Вавилон. Мы там прям быстренько-быстренько прошлись. Я вам даже ничего не снимала. Ну и по соседству был магазин ОК. Сюда мы зашли купить продуктов. Ну и также мне хотелось зайти на зооотдел. Давид увидел вот такие вот шоколадные монетки по пути и сказал, что это биткоины, и он покупает все. Взяла вот такие пеленки 60 на 90. В прошлый раз брала их, и они мне очень понравились. Вот меня многие спрашивают, какими пеленками мы пользуемся. Сейчас пользуемся этими, и в принципе могу вам их советовать. Также решила посмотреть разные игрушки новенькие, так как в прошлый раз здесь взяла мячик вон тот со спайдерменом для Патрика. И вот хотела найти что-то новенькое. Давид предложил взять вот такие вот гантельки. Они ему очень понравились. Он сказал, что Патрик с Микой будут качаться и будут качками. Также зашли на отдел с морепродуктами и решили взять домой красную рыбку. Мы очень любим запекать ее в духовке. Ну и решили еще взять вот такую рыбку. Мы утром любим делать на завтрак бутерброды с ней. Ну а Давид взял себе вот такую рыбку. В общем, сегодня у нас в Икее был рыбный шоппинг прям. Еще взяли фруктиков домой. Дома вам покажу, какие мы взяли. И буквально случайно зашла на отдел с чипсами, но увидела здесь вот такие вот классные. Я сначала подумала, что это чипсы от А4, но нет, это чипсы от Насти Ивлеевой. И здесь просто супер необычные вкусы. Например, тушенка, холодец с хреном, краб. Ну это понятно, это еще ладно. Дальше шаурма, малосольные огурцы и сыр. Я думаю, обязательно нужно что-то взять. Ну, по крайней мере, огурчики, шаурму и тушенку точно. В общем, мы захотели взять чипсы с самыми необычными вкусами. И пока ехали домой, уже успели попробовать один из них. Это вкус с шаурмой. И меня настолько удивило то, что когда берешь и ешь чипсы, ты правда чувствуешь вкус шаурмы. Причем вкусные шаурмы. Это было очень необычно. Ну а вот пока ехали домой, был туман. Но посмотрите, какое красивое солнышко было. Вот мы уже и дома приехали. Я решила перекусить сразу фруктиками и заодно показать вам те, которые мы взяли. Я вам обещала. Вот мы взяли мандаринки, яблочки, голубику, вот такую хурму. Я очень люблю именно вот такую твердую хурму, но которая при этом не вяжет. Еще вот такие вот фруктики. Они выглядят как мандаринки, но на самом деле это микс граната и апельсина. Очень необычные, но вкусные. Мне понравились. В общем, сегодня у меня также еще есть по плану встреча с подругой. Сегодня мы хотели встретиться с Лизой и погулять, так как выходные. И перед началом учебной недели мы вот хотели отдохнуть и вместе с ней пройтись по магазинам, по кафе. Просто походить, поболтать, посмеяться, пообщаться. Вместе с Лизой мы приехали в Галактику. Давно я вам здесь не снимала, так что давайте сейчас пройдемся по магазину вместе и посмотрим, что здесь есть новенького, интересного. Для одного оладушка, для одного яйца, действительно. Яйца получатся пышные. Вообще сливье. Прикольно. Боже, ты посмотри, какая кастрюля. Это ладно, это... Ну вот это, это вообще... Кастрюля. У нас даже дома таких маленьких настройка нет. Мне кажется, я с такой тарелки ем. Ой, я себе такую чашку купила. А нет, не такую. Ей знаешь такую? Сито. Мы с Лизой прошлись абсолютно по всем отделам. Сначала начали с дека, потом пошли на бьюти. Увидели вот такие вот милые масочки и решили, что к Дню Святого Валентина это будет идеальный подарок. Вместо Валентинки, знаете. Дальше еще пошли на отдел сканцелярии. Я увидела вот эти маркеры, знаете, как в ТикТоке акриловые, которые нужно нажимать на стержень. И тогда отсюда пойдет краска. И только потом, вот когда много-много понажимаете, отсюда идет краска. И это акриловые маркеры. Они очень классно рисуют. Я хочу себе взять несколько цветов. Вот этот вроде красивый. Белый точно хочу взять. И розовый классный. И фиолетовый. В общем, сейчас наберу себе. Я, правда, не знаю, сколько они стоят. Я напишу вам, когда на кассе узнаю. Но они прям очень классные. Я прям думала, где такие взять. Так, я решила себе брать три таких акриловых маркера. У них, кстати, у всех разные наконечники. У белого там кругленькие. У этих, вот как у стандартных маркеров, такие скошенные. Сейчас вставлю вам несколько кадров, которые уже сняла дома после того, как распаковала эти маркеры. Ну что, давайте вместе с вами активируем их. Это очень залипательно. Весь тикток сейчас в этих видео. Вы вот так вот нажимаете, нажимаете, нажимаете. И краска сама подается. Это вот действительно очень залипательно. И этими маркерами можно рисовать не только там в блокнотиках, ежедневниках, альбомах. Ну а также можно рисовать на холстах, на керамике, на ткани, на стенах. Вообще везде, 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 где вы только захотите. Так что это такие универсальные акриловые маркеры. И я рада, что я их купила. Мне понравились. Также мы увидели вот такого спящего кролика. Но посмотрите, какой милашка. Я до этого его никогда не видела. И тут Лиза мне сказала, что недавно вот он здесь появился. И решила мне его показать. И посмотрите, какой милашка. Правда, он спал. Дальше я увидела вот такие подарочные наборы. И решила посмотреть. Я хотела взять себе вот такой вот набор. Здесь три крема для рук. Они нужны всегда. И тем более они с вот такими милыми котятами. Кстати, посмотрите на нашу корзину. Она получается вся розовая. Причем мы это делали не специально. Еще я взяла вот такой подарочный набор. Там был тоже крем для рук, гель и бомбочка для ванны. Ну а еще к теме розово-корзины мы взяли вот такие вот вкусняшки. И тоже мы взяли не специально розовые. Дальше мы зашли в галактику арт. Посмотреть разную косметику, духи, разные новинки, что здесь появились. Я зашла, потому что мне нужен был консилер. Ну и плюс решила посмотреть, может быть что-то еще приглянется. После того, как в Ростове познакомилась с продукцией Шик, здесь тоже подошла к их стенду. И решила взять себе что-нибудь. Тем более здесь были классные скидки. Увидела вот эти кремовые корректоры. И решила взять тоже в ноль втором оттенке, который мне и советовал консультант. Так что вот я счастлива еще и на скидочку попала. А скидки это всегда приятно. В общем взяла корзиночку. И также пошла искать все-таки консилер. Хотела взять что-то новенькое в этот раз, что еще не пробовала. И решила подойти к фирме Vivienne Sabo. Я слышала много классных отзывов об этом консилере. Так что взяла себе в самом темном оттенке. Буду пробовать. Смотрели дальше разные палеточки, румяшки. А тем временем я хотела вам сказать, переходить по ссылочке в описании. И подписываться на мой телеграм-канал. А также на мой инстаграм. Так как там я опущу постоянно много классных красивых фотографий. Еще от Пакарабан я увидела вот такие духи. Такой кристаллик. Мне очень нравится их аромат. И сейчас классная акция. 50 мл стоит даже дешевле 30. Но это я уже куплю в следующий раз. Мы с Лизой решили поучаствовать в конкурсе. На рог-загрыш-путевке. Нам на кассе просто сказали, что он сейчас проходит. И дали специальный чек для этого. Также мы хотели зайти в какое-то кафе. Поехать или в ресторан. Но решили далеко не ехать. Тем более мы были очень голодные. И зашли прямо в этом торговом центре покушать. Решили. Взяли себе десерты, кофе. Лиза взяла себе компот. Разных салатиков. Взяли котлеты по-киевски. Картошку. В общем мы были очень голодные. Взяли прям много еды. И если честно мы все не доели. В нас просто не поместилось. Ну мы переосилили свои способности. Это знаете к теме, что в магазины и кафе нельзя ходить голодными. Тогда вы берете все, что видите. И поэтому мы уже зашли в галактику. Мир стыд. И брали только то, что нам нужно было. Я вам кстати ни разу не снимала эту часть галактики. Хотя мы с родителями покупаем здесь продукты, ездим. Мне здесь очень нравится. Здесь просторно, красиво. Большой выбор. Так что решила вам заснять, как мы с Лизой берем себе разные вкусняшки. Сейчас мы надели с йогуртами. Лиза взяла себе йогурт. А я кстати хотела спросить, кто так же как и я обожает вот эти сырки. Мне кажется они самые-самые вкусные. Вообще здесь так же есть очень вкусная выпечка. Хоть я и редко ем разные мучные издельки. Здесь я всегда что-то беру. Потому что здесь оно прям готовится. Особенно вот эти лепешки. Не помню как называется. Которые в тандыре готовятся. Очень вкусные. В общем я предлагаю нам с вами на такой замечательной и вкусной ноте заканчивать наше видео. Всем спасибо, кто досмотрел его до конца. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Целую. И всем пока-пока. До встречи в новых видео.